В информационной студии телеканала Севера Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Рекордное количество заболевших COVID-19 выявлено в Ненецком округе за одни сутки, сразу 18 человек. А эпидемический порог сезонной заболеваемости ОРВИ в целом по округу превышен на 98%. Почему дороги в Наринмаре подрядчики не сдают в сроки, предусмотренные контрактами, выяснили депутаты окружного собрания и вместе с ними наша съемочная группа. Печка, утепленный тен, защита днища и защита от обледенения. Две аэролодки для заповедника Ненецкий сделаны в специальной всепогодной модификации. Каждая берет на борт по 4 человека. Современную технику заповеднику передал Всемирный фонд дикой природы. Рекордное количество заболевших COVID-19 выявлено в Ненецком округе за одни сутки, сразу 18 человек. За это же время зафиксировано 10 случаев выздоровления. Таким образом, на 28 октября лечение от коронавирусной инфекции в стационаре и амбулаторно получает 113 человек. Большинство из них – жители города Нарьинмара. И еще один рекорд на самоизоляции на дому и в обсерваторе под медицинским наблюдением находится 946 человек. Увеличение количества заболевших связано также с увеличением количества тестирования на COVID-19. Понятно, что жителям Нарьинмара прохождение тестов более доступно, нежели жителям сельских населенных пунктов. Не исключено, что в селах люди даже не подозревают, что болеют не ОРВИ, а коронавирусной инфекцией, что может усугубить ситуацию по их выздоровлению и привести к тяжелым случаям. Готовы ли к такому развитию события окружные медики? Да, безусловно. Мы будем говорить о санитарной транспортировке в случае изменения состояния. В зависимости от того, что это будет за населенный пункт, это будет осуществляться санрейсом. То есть, вероятно, это может быть либо вертолет, либо самолет. Подобная практика у нас имеется в Ненецкой окружной больнице. Один из заместителей главного врача как раз-таки отвечает у нас за сантранспортировку. Как заверили в профильном департаменте, медицинские учреждения региона полностью обеспечены медикаментами и средствами защиты. В общем, хочется отметить, что на сегодняшний день и количество медикаментов, и количество средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях, а также дезинфицирующих средств, достаточное. В целом, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, как по COVID-19, так и по сезонным заболеваниям ОРВИ, ситуация с заболеваемостью под контролем. В регионе действует режим ограничительных мер. В общественных местах необходимо находиться в медицинских масках. На въезде в регион введен пропускной режим. Тем, кто прибывает в округ без справки об отсутствии коронавирусной инфекции, прямая дорога на двухнедельную изоляцию. Да, безусловно, полностью закрыть регион мы не можем. Да, безусловно, мы говорим о том, что, к сожалению, практически половина – это завозных случаев. Потому что на сегодняшний день ПЦР-тестирование, даже отрицательное, что греха таить, не является критерием того, что у человека инфекция не разовьется. Усугубляет эпидемиологическую ситуацию в регионе повышение эпидемических порогов сезонной заболеваемости ОРВИ. По информации Управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ среди населения увеличилась по округу более чем на 33%. По городу – на 44%. Среди населения от 15 лет и старше в целом по округу порог превышен на 98%. По Наренмару и поселку Искателей – на 177%. Все учащиеся городских школ с 5 по 11 классы, за исключением первой школы, переведены на дистанционное обучение. Жители региона на официальной странице администрации округа ВКонтакте жалуются на работу скорой помощи. Порой вызвать скорую к заболевшим с высокой температурой очень сложно. Люди описывают реальные семейные ситуации. Департамент здравоохранения подтверждает высокую загруженность отделения скорой помощи. Действительно, отвечают в департаменте, в осенний период возросло количество заболевших. В день в диспетчерскую скорой помощи поступает до 130 вызовов. И обещают разобраться в конкретных случаях, произошедших с пользователями соцсетей при вызове скорой помощи. Тем временем, главный государственный санитарный врач по Нинецкому округу Наталья Кирхар подписала постановление о введении комплекса мероприятий на период подъема заболеваемости ОРВИ для стабилизации ситуации. Депутаты Ниньского парламента ознакомились с состоянием дорог в городе Наринмаре и поселке Искатели. В ходе рабочей поездки по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» депутаты окружного собрания встретились с подрядчиками, выполняющими работы на этих объектах. Участие в мероприятии также приняли представители профильного департамента и казенного учреждения централизованного стройзаказчика. В рамках программы национального проекта «Безопасные дороги» реализуются три региональных проекта. Общая сумма финансирования в 2020 году составляет 4 миллиарда 900 миллионов рублей, где почти 4,5 миллиарда – федеральные средства. Мы начинаем работу, практическую работу над нашим бюджетом. Вы знаете, внесен бюджет в собрание депутатов. И вот непосредственно, если говорить в том числе и по дорожной деятельности, когда мы будем профильный департамент рассматривать, у нас эта работа начнется 12 ноября. Соответственно, необходимо все-таки понимать, практически заканчивается строительная часть в соответствии с планами и графиками наших подрядчиков. Надо подводить итоги, что сделано и что сделать предстоит. Абсолютно нормально. Поэтому, если мы говорим, что мы должны понимать, какие необходимые средства закладывать в дальнейшем, для того, чтобы мы выполняли национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Первый и самый крупный объект – автомобильная дорога на Ринмар-Искателе. Генеральным подрядчиком реконструкции выступает общество СМК «Строй». Работа на объекте выполнена на 54%. Основные проблемы – это ковид. Мы планировали сдать дорогу в этом году. Но в связи с тем, что повлияли вот эти вот, грубо говоря, ковидные все вопросы, мы переносим это мероприятие на следующий год. Предварительное мероприятие. Переносим мероприятие согласован в том числе и с Минтрансом. По словам подрядчика, основная причина – отставание в сроках карантин, которые были вынуждены проходить работники. Не хватило буквально три недели, и 42 тысяч квадратных метров тротуаров не успели уложить всего пять. Освещение смонтировано почти в полном объеме, кроме трех опор. Они сегодня будут установлены. Павильоны остановочные все установлены в полном объеме. Поэтому каких-то больших проблем, я думаю, в течение двух месяцев следующего года до середины июля мы закончим. Капитальный ремонт лесозаводского моста. Работы здесь выполнены всего на 28%. Мероприятия по ремонту этого объекта автомобильной дороги приостановлены. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Если конструктивный разговор пройдет в таком же ключе, как он сейчас намечается, я думаю, мы выйдем к следующему сезону до начала строительства дальше. Потому что идет перепроектирование именно объездной дороги, именно установки временного моста. Вот у нас есть проблема. По словам генерального подрядчика, были неправильно проведены геологические изыскания. В месте обустройства насыпи обнаружилось 8-метровое скопление ила. Это повлекло к осыпанию дамбы. Сейчас проектная документация откорректирована и проходит государственную экспертизу. Однако состояние моста вызывает огромное опасение. В данном случае необходимо, чтобы был нормально разработан проект, согласованный. И когда будет проект, тогда уже необходимо будет предусматривать. Это жизненно необходимо будет. Потому что это связь непосредственно города с искателями. Все мы там постоянно ездим по этому мосту. Это наша безопасность. А безопасность в первую очередь. Поэтому, конечно, будут изыскиваться средства, когда будет уже непосредственно проект готов. Следующий проблемный объект – дорога по улице авиаторов. Муниципальный контракт стоимостью более 79 миллионов рублей был заключен в июне прошлого года. Работа выполнена на 95%. Компания-подрядчик уверяет, успеет доделать все работы до конца этого сезона, в ближайшие две недели. Благо, что они не зависят от погодных условий. Все зависит от подрядной организации, как она быстро отреагирует на наши замечания, как она их быстро устранит. То есть, если они это оперативно сделают в течение двух-трех недель, пока еще погода позволяет, то, соответственно, будем вводить в эксплуатацию. А те недочеты, которые исправить сейчас уже не получится, обещают исправить уже в следующем году под гарантийное письмо. Какие замечания невозможно устранить в данный период, ну, они под гарантийное письмо, да. А какие они разметки? Ну, это разметка недоделана, озеленение. Ну, начинали делать, да, разметки? Да, да. То есть, как бы, ну, понятно, по погодным причинам. А колодцы? По колодцам. По колодцам. Ну, то, что не мешать ходить, велосипедистам. Есть решение, оно согласовано с заказчиком. Ну, это тоже, как бы, в целом, в течение двух недель это все можно устранить без проблем. Реконструкция улицы Полярная. Стоимость муниципального контракта составляет более 58 миллионов рублей. Он предусматривает устройство тротуаров, освещение, ограждение, озеленение и непосредственно реконструкцию самой дороги. Однако в апреле этого года с объекта были сняты лимиты финансирования в размере порядка 40 миллионов рублей. В связи с чем, подрядчику в декабре был выплачен аванс на 16 миллионов по условиям контракта. В апреле сняли лимиты, поэтому подрядчик сейчас отрабатывал аванс в 16 миллионов. Он его отработал и отработал даже выше. На данный момент еще порядка 10 миллионов, в принципе, у него есть к закрытию. На сегодняшний день на этом участке автомобильной дороги выполнено 80% работ. Все, что осталось, а это непосредственно реконструкция дорожного полотна, продолжат делать в следующем году. Естественно, при условии восстановления финансирования. Еще один объект – автомобильная дорога по улице Ленина. Стоимость контракта почти 189 миллионов рублей. Срок окончания работ – 31 октября следующего года. По словам подрядчика, работы ведутся здесь без отставания от графика. На данный момент работы производится по укладке кабеля, то есть переустройство электрических сетей. И, скажем так, уже окончание планировки. Газовые сети смонтировали полностью, ливневку, канализацию, все полностью смонтировано. Остались емкости, которые вот на заднем плане. И кабельные линии уложить. Все, в этом году у нас как бы этот этап. Комментируя итоги поездки, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что с подрядными организациями налажен конструктивный диалог. Здесь важно, что мы должны максимально использовать федеральные средства, которые поступают в рамках национального проекта. И, конечно, чтобы мы здесь тоже могли свою часть финансирования тоже определить. Это очень важно. Поэтому вот сейчас надо определиться и сказать, чтобы мы уже начнем в практической плоскости, уже понимая, какие проблемы перед нами стоят, их надо закладывать в тот бюджет, который будет принят на последующие три года. Кроме того, он отметил, что депутаты с пониманием относятся к проблемам строителей, но устранить все выявленные недостатки нужно в максимально короткие сроки и завершить работы. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Влад Ткачев, Телеканал Север. Вы учатся полезным навыкам, повысить свою компетенцию и увеличить шансы на трудоустройство. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме стартовали четырехнедельные курсы по компетенции поварской и кондитерской отдела для пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Подробнее в следующем материале. Каждый вечер шесть раз в неделю в техникуме встречают студентов. Отличает их от привычных учащихся образовательного учреждения только возраст и ускоренная программа обучения. У нас обучаются три категории граждан. Первый, которые имеют диплом образования, закончившиеся в 2020 году и нетрудоустроены. Вторые лица, для которых в связи с пандемией оказались в отпуске без содержания. И третий, которые стоят официально в центре занятости в поиске работы. То есть либо повышают свою квалификацию, либо же меняют свою квалификацию, получают дополнительное образование. На курсе обучается 24 человека. В программе, рассчитанной на месяц, чередуются теории и практика. Учат с самых азов, с нарезки и до приготовления сложных блюд, независимо от начальной подготовки каждого студента. Сложностей из-за этого не возникает. В цеху царят гармония и удивительные запахи. Мне самому всегда нравилось готовить. Дома бывает, что-то готовлю. Ну а тут получилась такая возможность, что можно все это дело, скажем так, на профессиональном уровне получить. Новое, мне кажется, всегда интересно. Тем более, знакомые вещи, вроде те же котлеты, рыба и мясо, все мы знаем. А когда это начинаешь узнавать с профессиональной точки зрения, то открывается много нового. Обучение проходят совершенно разные люди. От любителей до профессионалов, которые не смогли трудоустроиться. Например, Ирина окончила учебное заведение, но работу сразу найти не смогла. Меня привело то, что из-за коронавируса я свои навыки не смогла в полной мере раскрыть. Я ищу повысить свой разряд по поводу. В данный момент продолжается набор граждан на бесплатное обучение по направлениям предпринимательства и ветеринария. Программа по обучению лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, финансируется из федерального бюджета. Поэтому каждый желающий может, не раздумывая, подать заявку. Достаточно просто оставить ее на сайте WorldSkills. Молодые профессионалы. Добираться в самые удаленные уголки Ненецкого округа и патрулировать особо охраняемые территории региона инспекторы Государственного природного заповедника Ненецкий теперь смогут круглый год. Благодаря двум современным аэролодкам. Технику-заповеднику предоставил Всемирный фонд дикой природы. Александра Литкова расскажет подробнее. Печка, утепленный тент, защита днища и защита от обледенения. Две аэролодки для заповедника Ненецкий сделаны в специальной всепогодной модификации. Каждая берет на борт по четыре человека. Современную технику заповеднику передал Всемирный фонд дикой природы. Мы работаем в рамках акустического проекта, по которому у нас одна из задач стоит. Это развитие и поддержка сети особо охраняемых природных территорий. В данном случае Ненецкого автономного округа. Поэтому, собственно говоря, проект направлен на поддержку как структур, то есть, например, дирекция заповедника Ненецкий в их работе. Универсальный транспорт способен работать круглый год, но будет задействован преимущественно межсезонье, когда нельзя использовать другую технику. Зимой инспекторы передвигаются на снегоходах, а летом на простых моторных лодках. Такие погодные условия – это ледообразование осенью идет, когда на лодках уже не поедешь, на снегоходе еще не поедешь. То есть, вот именно для таких сезонов, это как период ледостава и ледохода, в общем-то, у нас эти лодки приобретены. Они вообще являются как всесезонные. То есть, их можно эксплуатировать в летний период, в зимний период, ну и особенно, чем они, так сказать, знаменательны, это в период межсезонья. Техника российского производства и уже прекрасно показала себя в работе, пройдя маршрут в 260 километров. Инспекторы посетили кордон Костяной нос, осмотрели территорию Коровинской губы и вернулись обратно в Нарьенмар. У нас территория заповедника составляет 313 тысяч 400 гектар. Из этой площади порядка 180 тысяч гектар – это водные поверхности. Это и дельтовая часть реки Печоры, это и приморские районы. И, в принципе, до нашей территории можно добраться только вот в зимний период на снегоходной, вездеходной технике, в летний период на лодках. Расстояния очень большие, до самой удаленной точки у нас 350 километров, до самой ближней – это 80-90 километров. То есть расстояние значительное, поэтому требуется, в общем-то, серьезная соответствующая техника. На территории заповедника трудятся 10 государственных инспекторов. В свой первый рейс аэрлодки отправятся в начале ноября, когда в заповеднике будет смена сотрудников. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...